Час назад было совещание с Россельхоз Росагролизингом и я приводил цифры, вот в этом году вами приобретено в Росагролизинге более чем на 7,5 миллиардов рублей техники. Что мы в этом году купили? В этом году мы купили по всем видам программы за счет собственных ваших средств 199 комбайн на 840 тракторов и более полутора тысяч сельхозтехники. То есть мы с вами программу, ту, которую мы наметили с вами в этом году, мы ее выполнили. И есть очень много инструментов, так как и наших банков государственных, обязательно обращайтесь к нам в Министерство сельскохозяйства, заходите на сайт, мы готовы всегда вам помочь, проконсультироваться. Вот с Константином Станиславовичем мы, наверное, может быть не два раза в неделю, но как минимум один раз мы в неделю общаемся. Я думаю, наши двери открыты, всегда готовы помочь в прямом диалоге. Ну и хочу еще сказать, что действительно в этом году еще по Министерству сельского хозяйства у нас была кубанская ярмарка, и основная часть у нас уже этой выставки не просто продажа сельхозпродукций, которую вы производите, а более ее переводить на деловую программу. И в этом году мы приглашали наши сети, которые уже есть результаты. Пусть они небольшие на сегодняшний день, но Магнит буквально у нас неделю назад проводили мы совещание общее, и Магнит уже сказал, что 18 предварительных контрактов уже заключено с нашими сельхозтоваропроизводителями, которые производят в небольшом количестве. Это наши фермеры, это ИП, и 6 уже непосредственно вышли на торговлю. Значит, для наших фермеров мы попросили приоритеты. Значит, первый приоритет – это отсрочка платежа, не как у больших компаний 30-40 дней, а всего лишь 5 дней. Это щадящие договора, щадящие именно вот, как сказать, штафные санкции обычно у больших компаний. Для наших сельхозтоваропроизводителей, для малышей это будет исключено. И в этом году будет первый раз проводиться сельхозярмарка, которая будет новогодняя. Мы вас всех приглашаем, она будет 5 дней с 23-го числа на этой площадке, так что мы будем рады видеть вас, и обязательно нужно будет вашим коллегам, друзьям тоже оповестить, чтобы максимальное количество наших производителей было на ней задействовано. Коллеги, ну я вот так вкратце хотел рассказать, конечно, могу очень много рассказывать. Если будут у вас вопросы, конечно, готов в течение нашей конференции, встречи ответить. Хорошего нам продуктивного сегодня диалога. Еще больше вопросов у нас формируется. У ассоциации за этот год добавилось достаточно компетенции, это действительно так и у наших коллег федеральной ассоциации. Соответственно, к очень многим вопросам мы подключены. Многие вопросы нам за этот год удалось сдвинуть. Я чуть позже расскажу. Но у нас в крае, в единственном регионе, есть такая должность, как уполномоченный по правам фермеров при губернаторе. И это человек, который вовлечен в общественную работу. И многократно, там у многих фермеров вопросы сразу. Вячеслав Александрович. Вячеслав Александрович включается. Много работы мы проводим совместно. Поэтому слово хочу предоставить Вячеславу Александровичу легкодух. Пожалуйста, Вячеслав Александрович. Добрый день, коллеги. Ну, по-разному называют мою должность. Кто-то меня обзывает омбудсменом, кто-то называет уполномоченным, кто-то называет полномоченным. На самом деле, спасибо, Константин, в том плане, что... А ведь на самом деле я ведь не полномочный представитель, как у меня в удостоверении написано. А я уполномоченный. В каком плане? Чем отличается у и полномоченный? Тем, что у уполномоченного есть аппарат, есть тот штат помощников, которые оказывают ему помощь в рассмотрении и вырабатывании алгоритмов решения. У меня сегодня есть этот штат. Это общественные площадки фермеров, это народный фермер, с которым мы обсуждаем, в диалоге находим решения, находим моменты, как органы власти могут способствовать и содействовать в решении того или иного вопроса. И тот же их крупногабарит у нас один из примеров. И вот недавняя тема там по аренде земельных участков тоже одна из тем. Поэтому в моем поле зрения, конечно, денег нет, как у министерства, но в моем поле зрения есть поддержка, которая помогает фермеру стать крепче, фермеру стать богаче в том числе. Это взаимодействие со всеми органами власти. В принципе, по своей структуре подчиняюсь чисто губернатору, поэтому имею полномочия напрямую общаться и с вице-губернаторами, и с министрами. И народный фермер довольно-таки успешно пользуется. Поэтому успехов всем. Готов ответить на любые вопросы в рамках совещания. Коллеги, я приведу несколько примеров, которые там, ну, вот сейчас у нас в обсуждении с Вячеславом Александровичем, и который попадает в работу ассоциацией, а мы в свою очередь просим наших коллег федеральных зачастую. Вот, к примеру, один из вопросов, это сейчас непродление договоров по рыбоводным участкам, и таких участков у нас в крае 116. Завод Черноморского территориального управления считает, что нет права на преимущественное заключение договора. Непосредственно фермеры и рыбоводы считают, что это право есть. И позиция Минсельхоза, она здесь, нашего регионального, она как раз-таки также поддерживает, что это добросовестные пользователи. Ну, и вот здесь включается ресурс ассоциаций и ресурс уполномоченного по правам фермеров при губернаторе. И, соответственно, ну, вот стараемся сейчас эту позицию сдвинуть с мертвой точки, надеемся, что у нас получится. Вот, завтра готовим все эти обращения непосредственно на встречу с Оксаной Николаевной Алуц, первым заместителем министра сельского хозяйства. Надеемся, найдется конструктивное решение. Но ассоциация юридически проработала. И таких вопросов достаточно много. Важно понимать один момент, что тогда, когда есть проблема, нужно ее фиксаться на бумаге, нужно обращение либо либо к уполномоченному, либо в министерство, либо напрямую в ассоциацию. И здесь мы всегда стараемся подключаться к вопросам. Но я хочу передать дальше слово исполнительному директору Федеральной Ассоциации «Народный фермер» Станиславу Анатольевичу Санкиеву. Это наш коллега, наш товарищ, тот, который в любую минуту, будучи в Москве, хотя большей частью, наверное, в разных регионах, в Москве, наверное, небольшую часть времени сейчас проводит, поскольку очень активно развивает ассоциацию в регионах и очень много делает для развития фермерского движения. Здравствуйте всем, коллеги. Ну, вкратце, в принципе, можно не углубляться в историю создания ассоциации, как это все происходило, как она формировалась. Я думаю, уже довольно-таки часто мы на этих мероприятиях такого рода мы это рассказывали. Но вот отступление небольшое все-таки сделаю. Изначально ассоциация сформировалась из проекта «Народный фермер» от Общероссийского народного фронта. И когда нам удалось определенные вопросы решить, именно в рамках взаимодействия тоже с органами власти, именно с Министерствами сельского хозяйства, региональным и федеральным министерством, там часть вопросов, то есть как продление и увеличение денежных эмитий именно по программе 14-32, там отсрочка фермеров именно от маркировки, которые являются переработчиками, производителями готовой продукции, там из молочных, вот именно. Вот отсрочка действовала до конца этого года, до 1-го декабря. Сейчас мы как раз ведем работу уже в рамках самой ассоциации именно о продлении до, ну дальше именно передвижения, именно это обязательное вступление в силу этой маркировки для молочной продукции, ну и вообще для фермеров, которые производят продукцию обязательную для маркировки. То есть мы там выявляем определенные там сложности, ну каким образом это все происходит? Естественно, в рамках совещаний, то есть когда мы собираем какие-то регионы, представители регионов, регионы нас собирают заинтересованных людей и они свою позицию нам доносят. То есть в чем видится сложность, к примеру, там именно внедрения маркировки именно в небольшие КФХ, которые там зачастую даже в сеть торговую не поставляют, а им необходимо это делать. То есть у нас какой-то слайд, да, там сзади? Не видно, правильно? Вот. И сейчас выявлено довольно-таки большое количество проблемных вопросов. На самом деле не очень много, точнее не все сельские населенные пункты, да, там села, поселения, там поселки городского типа имеют доступ к интернету, к устойчивому. А сейчас все, что касается именно работы с маркировкой, необходимо устойчивое интернет-соединение с облачными сервисами выгружать эти марки, загружать, присваивать номера. Это большие пакеты, которые, ну, довольно-таки большой объем данных занимает, которые нужно передавать. То есть зачастую фермер физически из-за отсутствия интернета это сделать не может. Вот. У нас недавно проходило мероприятие с представителями, это ЦРПТ, это орган, который именно не орган, а какой-то, именно оператор маркировки «Честный знак», к которому мы доводили вот ряд своих таких опасений, что вот после обязательного внедрения этой маркировки, там, у нас многие фермеры могут посыпаться в плане вот именно выгрузки вот этих данных. Сейчас уже сформирована позиция и Минпромторг тоже ее принял и сейчас премьер-министру подали определенные данные и решения. И сейчас мы ожидаем, что все-таки этот документ будет подписан и еще будет отсрочка действовать до сентября, до 1 сентября 2024 года. Это именно что касается маркировки именно для фермеров и сельхозяйственных потребительских кооперативов. Дальше у нас, ну, вопрос по негабариту мы оставим Константину, да, мы тоже принимали участие в нем, но не в той степени, сколько, конечно, Константин Станиславович участвовал именно в решении вот этого вопроса, именно как бы выделение разрешений вот именно на перевозку крупногабаритной сельхозяйственной техники именно с прицепным оборудованием, потому что это вот заключалась именно такая большая-большая проблема. Потом у нас недавно совсем в третьем чтении подписан был законопроект о возврате регистрации крестьянно-фермерских хозяйств. На самом деле вопрос, который сразу же возник, когда ее только отменили. То есть мы сразу же, когда отменили, уже через месяц уже собирались вместе с ФНС, приносили наши вот именно опасения и доводы, что у нас есть целый закон о крестьянско-фермерском хозяйстве, и теперь регистрирующиеся новые фермеры, которые регистрируются как АКП, как бы выпадают из поля этого закона. При этом часть льгот все-таки в этом законе записана. Это и право продажи собственной производимой продукции на собственной земле у себя, это и выделение земли без торгов, и любые другие нововведения, которые идут в рамках этого закона для уменьшения нагрузки фермеров именно и улучшения их работы. ИП они как бы не попадали. Сейчас эта возможность возвращена. Считаю, что все это очень справедливо. И хотел бы от себя добавить, что на самом деле, когда подключились к обсуждению этого вопроса, этот законопроект был ведением Кашининикова, депутата Государственной Думы, председателя комиссии по законодательному устройству, как это называется. И когда мы с ним уже связались, выяснилось, что он даже был не в курсе, что часть этого в рамках общего определенного такого закона выходила, где на другие изменения там было определенное негативное мнение. И был риск, что все-таки этот закон не примут, потому что там были другие поправки. Но удалось этого добиться. Это тоже, я считаю, очень значимое достижение, значимая победа. А так, если затронуть работу нашей ассоциации, то за последний год мы проехали все федеральные округа. У нас осталось еще два мероприятия, которые пройдут завтра по Южному федеральному округу. И еще одно мероприятие, которое пройдет по Центральному федеральному округу и часть регионов Северо-Западного федерального округа. Но за этот год мы проехали, получается, больше 50 регионов. И примерно с каждого региона мы выявляли свою специфику, свои проблемные вопросы. И насколько на самом деле сильно отличаются специфические вопросы именно от региона к региону. То есть, вопросы, которые больше всего волнуют фермеров, к примеру, Краснодарского края, либо Северо-Кавказского федерального округа. И насколько сильно отличаются вопросы Дальневосточного федерального округа. Это совершенно разные вопросы, разные проблемы. И нам всегда нужны активные фермеры, которые могут о своей проблеме рассказать. Потому что одно, когда мы наблюдаем это со стороны, а другое, когда фермер работает у себя в регионе и у него возникают те или иные сложности. И мы пытаемся разобраться даже не только в системных вопросах, но и в частных вопросах. Мы также принимаем эти частные вопросы. На самом деле из этих небольших вопросов и формируется позиция по системным вопросам. То есть, если фермер у себя сталкивается с определенной проблемой, один фермер, второй, третий, оказывается, несколько фермеров столкнулись, мы понимаем, что этот вопрос уже лежит в системной плоскости. Нужно его как бы дальше стараться двигать и менять. В принципе, 50 регионов, то, что мы посетили. Сейчас у нас уже более 25 регионов, которые мы включили в состав нашей ассоциации. 9 регионов, которые сейчас формируют свою ассоциацию, то есть готовят документы, устав для вступления в нашу ассоциацию и федеральную. Ну и по условиям я бы все-таки сказал, скажу, наверное, у нас федеральная ассоциация максимально погружается в работу региональной, то есть все вопросы, которые возникают, мы готовы рассматривать, мы с периодичностью раз в неделю в федеральном Минсельхозе посещаем разных директоров департаментов именно с теми вопросами, которые приходят из регионов. То есть эти вопросы мы, естественно, не придумываем, мы именно членов нашей ассоциации постараемся их продвигать. В принципе, взаимодействие с, если взять ассоциацию народных фермеров Кубани, с Константином, то есть мы отрабатываем довольно-таки много вопросов, которые приходят именно от фермеров. Не всегда это, как бы, выходит, ну, мы понимаем, что разные вопросы, разные условия решения, есть вопросы, которые сложно или быстро решаются, есть, которые, в принципе, невозможно решить. И вот Константин сказал, а нет, ты, наверное, не здесь, мы с тобой уже в разговоре, что семейная ферма сейчас возвращается, в том числе и в Краснодарский край, которая была именно на федеральном уровне, ограничена именно для региона, ну, именно для Краснодарского края. То есть там был лимит определенный, там не более 11 тысяч субъектов МСБ. Естественно, в Краснодарском крае это количество выше, и они лишились этой поддержки. Сейчас эта поддержка будет возвращена, это, ну, в том числе, можно сказать, что и наша заслуга. Конечно, мы готовы взаимодействовать и, ну, как бы, усилия совмещать и с другими общественными объединениями, в том числе общественная палата Российской Федерации, общественная палата региональная, другие ассоциации, которые, и союзы, которые именно профильно, там, по молоку, по птице, там, другие торгово-промышленные палаты, мы со всеми готовы совместно объединяться и работать, чтобы довести все-таки определенные вопросы, которые нас волнуют, совместно, все-таки совместно это решать гораздо проще, какие-то сложные вопросы. И позиция должна быть не только от одной ассоциации, и не должна звучать один раз в год, когда-то, да, позицию сказали, и все. Это нужно целенаправленно, систематически об этих вопросах и проблемах напоминать и их прорабатывать, и всегда предоставлять именно фермерам, которые сталкиваются с теми или иными проблемными вопросами, чтобы они сами вживую рассказывали представителям, органам законодательной той же власти, исполнительной власти, что вот конкретно эти сельскостаропроизводители столкнутся с теми или иными вопросами и проблемами. Это на самом деле работает гораздо лучше, чем просто ассоциация где-то как-то об этом говорит, что у нас у членов такая-то, ну, членов нашей ассоциации, такая-то проблема. А когда фермер или сельскостаропроизводитель сам лично приезжает, это всегда работает лучше. Так что призываю, можно сказать, вас к более, ну, к такому активному участию в наших мероприятиях, когда вы можете донести свой вопрос к органам власти. Напомню, что Гражданский кодекс предусматривает возможность без уплаты роялти выращивать в течение двух лет семена для собственных целей. При этом перечень культур, он ограничен десятью, в том числе и пшеница, и чмень, в том числе и рожь, третикалия. Соответственно, в это не входит ни подсолнечник, фермерскую поправку, ни кукуруза, ни другие культуры. Но сейчас есть попытка нескольких общественных ассоциаций отменить эту фермерскую поправку. И идея такая, чтобы фермеры ту же кшеницу себе два года не выращивали, а платили роялти. Мы категорически против этого, и вот буквально в понедельник направили свою позицию Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Надеемся, что она будет рассмотрена и сохранится статус-кво. Это очень важная мера. И нам кажется, условно говоря, инициаторы проекта аргументируют это именно тем, что если отменить фермерскую поправку, то селекционеры и семеноводы получат больше денег для того, чтобы развивать эту продукцию. Но весь наш анализ заключается в том, что успешность как раз-таки в тех культурах у нас семеноводства, которые защищены фермерской поправкой. Объясняется это все тем, что фактически сельхозпроизводители своей материально-технической базой участвуют в процессе семеноводства. И эта поправка, на наш взгляд, во многом и повлияла на то, что Россия в таких культурах, как пшеница, ячмень, обеспечена семенами в очень высоком проценте. Надеемся, что эта поправка останется. Нам буквально не так давно удалось сдвинуть и добиться изменений в части негабаритной сельхозтехники. Всем эта проблема, я думаю, известна. Практически вся сельхозтехника является негабаритной, шире 2,5 метров. Раньше это все было ограничено тем, что нужно подавать заявление, которое практически нереально получить. При этом заявление подать на трактор с прицепным или комбайн с прицепным было невозможно, потому что позиция Министерства транспорта и позиция МВД была такова, что поскольку у прицепных агрегатов нет государственного номера, то на дорогах общего пользования им делать нечего. В общем-то, штрафы, я думаю, все знают, от 200 до 400 тысяч за нарушение. Соответственно, сейчас нам удалось добиться, что прицепные будут узаконены путем дублирования номера тягача на прицепной, система подачи и выдачи разрешений будет упрощена и адаптирована к нашим потребностям, в том числе не будет отказов, связанных с тем, что трактор имеет колеса более широкие, чем те, которые предусмотрены паспортом заводам производителей, то есть на основании разницы в габаритах не будет делаться отказ. Разрешение будет делаться, если в рамках одного муниципалитета разрешение будет выдаваться на 9 месяцев, если не в рамках одного муниципалитета маршрут, то на 6 месяцев. При этом разрешение будет получаться на маршрут конкретный, то есть мы не будем указывать конкретную единицу, а будем указывать габариты тягача и прицепного. И в рамках полученного разрешения мы сможем менять единицы техники. Тестирование сейчас совместно с Министерством транспорта начинается, но активно будем принимать в этом участие. Там длинный процесс еще того, что нужно довести до конца, но глобально мы добились уже и признания прицепных, что они должны быть на дорогах общего пользования. И это очень, на наш взгляд, принципиальный момент, но много еще есть в планах. За этот год, по факту, нам удалось в Краснодарском крае объединить достаточно большое количество фермеров и сельскохозяйственных организаций. Мы понимаем, что масса вопросов, которые сообща, можно решать. У нас есть хорошие взаимоотношения на текущий момент и с региональными органами власти, и с федеральными органами власти, и большая поддержка в лице наших коллег в федеральной ассоциации. Но работа сейчас строится так, что есть какая-то проблематика, мы сразу там, в виде наших коллег в федеральной ассоциации, имеем возможность посмотреть, что происходит в других регионах по этой теме, и моментально получать какую-то экспертизу. То же самое касается и каких-то элементов, и по форм-поддержкам, и, в принципе, по коммерческим аспектам деятельности. Поэтому взаимодействие уже федеральная региональная ассоциация, взаимодействие выстроено достаточно глубокое, и потенциал очень большой. Сегодня мы подписали соглашение с Россельхозбанком, и у нас сегодня присутствует Олег Геннадьевич Трехлебов, это заместитель директора по малому и среднему бизнесу Краснодарского регионального филиала Россельхозбанка. Уважаемые друзья, у меня была презентация, не знаю, дошла она или нет, наверное, в своем хратком выступлении не хочется вам повторно рассказывать уже то, что вы, наверное, слышали, знаете и понимаете, но, тем не менее, если есть вопросы, о которых Константин сказал, я, наверное, остановлюсь сначала на этой теме, а потом немного разовью, ну и, возможно, отвечу на какие-то ваши вопросы. Прежде всего, ну, вы все понимаете, что 2017 года в задаче финансирования сельхозпроизводителей произошел значительный перелом, и если ранее кредитование было, условно, по коммерческой ставке, и потом сельхозпроизводитель шел в Министерство сельского хозяйства и доказывал, что ему эта субсидия нужна, сдавая пакет документов объемный, то сейчас это финансирование осуществляется банками сразу на условиях льготного кредитования, если заемщик попадает по своим характеристикам, и уже потом сам банк получает субсидию, то есть, по сути, это вообще для производителя отличная ситуация, когда ему не надо думать о каких-то особых там условиях, собирать дополнительный пакет документов, получая кредит, он уже видит четкую финальную ставку. Но, наверное, где-то мы слабо вот разъясняем механизмы, потому что, когда все действительно стабильно и четко, мы видим своевременное поступление, одобрение заявок, вы, как сельхозпроизводители, не ощущаете каких-то там перебоев, финансирования, максимум-то занимает дополнительную неделю. Но в моменты, когда у нас меняется ключевая ставка, а вы знаете, что субсидирование, оно привязано к ключу, очевидно, возникает необходимость пересчета лимитов, достаточности лимитов, и из-за этого возникают некие паузы в приеме заявок. Поэтому давайте я для начала скажу, как сейчас происходит работа по льготному кредитованию в рамках постановления 1528 Министерства сельского хозяйства. Прежде всего, вы идете в свой банк, получаете там одобрение на выдачу кредита. Банк принимает решение, где зафиксированы две ставки – льготная и рыночная текущая ставка, которая определяется стоимостью денег. В дальнейшем банк, убедившись в том, что податель заявки является сельхозпроизводителем, имеет статус, направляет заявку на включение за этого кредита в реестр льготного финансирования в Министерство сельского хозяйства региона. Производится проверка, нам возвращается квиток о том, что да, действительно, этот клиент сельхозпроизводитель, и он имеет право на такой-то код. И мы далее одновременно подаем, мы по своей линии Министерства сельского хозяйства России, а Минсельхоз региональный по своей линии также в Москву. Там эта информация объединяется, Минсельхоз России видит, что да, действительно поддерживает регион, поддерживает и банк, и уже банку дает некое письмо о возможности включения клиента в программу льготного финансирования. Вы приходите в банк и заключаете кредит уже по конечной льготной ставке. Вот есть некие особенности. На этих особенностях я хотел бы остановиться. Периодически давно возникают паузы, когда Министерство сельского хозяйства не принимает от нас заявки на новое финансирование. Это не значит, что останавливаются те кредиты, которые были либо уже ранее одобрены, либо тем более заключены. По ним финансирование идет, вы спокойно можете подавать заявки, если это линия, и продолжать выбирать средства. Что делать с теми кредитами, которые не заключены, а вот есть такой период, когда надо уже вроде бы как выбираться, надо финансировать текущие затраты или инвестиционные, а Министерство сельского хозяйства не принимает эти реестры. Тоже очень просто. Надо понимать, что если это оборотное финансирование, то есть вы покупаете товары, которые необходимы для зоны полевых работ, то можно заключиться под рыночную ставку. Я сейчас не буду говорить про абсолютную величину. Понятно, она зависит от ситуации на денежном рынке. И как только откроется реестр, как правило, там через несколько недель открывают, подать заявку на снижение ставки, по сути, до уровня года. Что это дает? Это дает возможность получить деньги в тот момент, когда они особенно нужны. Когда наиболее благоприятная ситуация на рынке, допустим, удобрения, но все знаете, что у нас летом этого года селитра беспрецедентная подешевела, условно, и те клиенты, которые смогли ее закупить, безусловно, получили плюс в эффективности. Подождать месяц, даже по рынку, это там лишний процент полтора. А за это время товары материальной ценности, которые вы покупаете, могут подражать на 10, 15, а то и на 20%, как мы видели с тем же дизелем или селитрой в дальнейшем. Поэтому, конечно, это удобно. И потом перейти на льготную ставку и продолжать уже платить проценты по льготной ставке. Вот так, к сожалению, нельзя делать по инвестиционным кредитам на приобретение техники, оборудование, либо реализации иных инвестиционных проектов. Вот там необходимо дождаться включения и только потом заключать договор с банком. Это РИПРО 1528. Самая популярная программа, но она несколько ограничена по кодам, по направлениям целевого использования. Также есть программа 1764, Минэкономразвитие. Она более широкая с точки зрения целевки. Там уже можно платить и заработную плату, и налоги. Там можно покупать любые виды техники, любые виды инвестиционных затрат. По сути, даже землю можно покупать, в отличие от 1528. Да, там ставка чуть-чуть другая, она по другому оценю рассчитывается. Но пока был ключ на уровне 6,5-7, эти ставки практически не отличаются. Сейчас, да, сейчас ставка повышена, это временно, все мы понимаем. Но опять же, получить кредит на уровне 100% на уровне ключа сейчас тоже в обычных условиях нельзя. По этой программе можно. Что происходит сейчас? Какая у нас ситуация? Он текущий момент, и что надо тоже важно и понимать очень сильно. То, что законодатель очень правильно сделал, на мой взгляд, хотя и не все, что могли бы, это разграничил понятие малых форм хозяйствования и основных, скажем так, растеневодов и животноводов. То есть, малые формы хозяйствования, это любые юридические лица с выручкой годовой до 200 миллионов рублей, либо и пейпер главы крестьянских террористских хозяйств. Здесь уже ограничений по ручке нет. Так вот, для так называемых малых форм хозяйствования, законодатель делает отдельную защищенную статью по льготному финансированию. И вот на моей памяти, допустим, здесь, в Росстандаре, мы уже работаем три года, я работаю, еще ни разу не было случаев, чтобы именно малые формы хозяйствования упирались в то, что не хватает денег. Ровно как и сейчас у нас есть ситуация, когда вот по этой защищенной статье все заявки, которые у нас поданы либо ИП главами КФХ, либо юридические лица, мящая выручка, не достигла 200 миллионов рублей, они одобряются Министерством сельского хозяйства регионального в полном объеме. Да, есть лимиты определенные на одного заемщика, но я могу сказать, что, допустим, про сеневодство лимит 300 миллионов рублей. Ну, наверное, 300 миллионов рублей это уже немалая форма хозяйствования, явно там выручка больше 200 миллионов рублей. Вот, поэтому сейчас ситуация следующая. Да, была пауза на пересчет из-за роста ключа. Два дня назад открытый очередной транш реестров. Заявки поданы. Для малой формы хозяйствования мы ожидаем одобрения в полном объеме. По 1764, вот та вторая программа, мы принимаем также заявки. Новых лимитов до конца года мы не ожидаем, но в рамках освобождения предыдущих лимитов, потому что клиенты погашают, мы потихонечку тоже нашим клиентам эти деньги более годно выдаем. С начала года мы ожидаем продолжения двух этих программ, и 1528 и 1764, ожидаем, безусловно, новых лимитов, которые позволят увеличить объемы финансирования всех госбизнеса. Были слухи разные о том, что в 1528 будут несены изменения, которые, ну, скажем так, негативно скажутся на заемщиках, прогнозировали увеличение процентной ставки, прогнозировали привязку обязательного финансирования к страхованию посевов от гибели, но пока такого документа нет. Благодаря усилиям, в том числе и ассоциаций, которые поддерживают сельхозпроизводители, ну, я знаю точно, что вроде как от обязательной привязки к страхованию отказались, ну, а по поводу возможных там предельных ставок, возможного объема финансирования посмотрим. Действительно, мы сегодня подписали соглашение сотрудничества с региональной ассоциацией, мы считаем, что большой есть потенциал для совместного, вот, каких-то реализации задач и совместной деятельности, как с точки зрения, там, решения каких-то вопросов концептуальных, так и практических, может быть, решений даже отдельных задач, отдельных фермеров, которым требуется индивидуальное сопровождение при рассмотрении заявок. Почему мы считаем, что это важно и полезно? Ну, во-первых, чем, извините, больше ассоциаций будут поддерживать, и чем больше будет ассоциаций обвинять людей, тем, наверное, общий голос подобных объединений будет сильней, и тем лучше и четко власть его будет слышать. Но, с другой стороны, лично мне, я вижу перечень вопросов, которыми занимается ассоциация народных фермеров, и сегодня в программе увидите, что это практические вопросы, которые вот нужны здесь и сейчас, что называется, которые важны для каждого, именно вот в моменте текущем. И, может быть, они не решают там глобально вопрос, там, отмена субсидий или чего, отмены госпошлин на зерно или чего-то, но ведь, наверное, лучше много маленьких изменений, которые в итоге там за год существенно изменят картину в целом и по многим направлениям, нежели там где-то биться за что-то одно без всякого успеха несколько лет по годам. Дальше, непосредственно сейчас, как я уже говорил, мы часто используем наши мероприятия для того, чтобы в режиме онлайн сразу обсудить ряд вопросов. Хочу сейчас слово предоставить Антону Евгеньевичу Коновалову, председателю комиссии общественной палаты Краснодарского края по вопросам агропромышленного сектора и комплексного развития агломераций, сельских территорий, малых населенных пунктов. Антон Евгеньевич, прошу коротко тайминг, поэтому постарайтесь. Спасибо. Уважаемый Константин Станиславович, уважаемые коллеги, всем добрый день. Ну, первый, хоть я тайминг хочу извиниться за опоздание, вот как сегодня день, не планирую, не выбираю, все равно полтора часа не хватило на движение сюда. Второе, хотел поблагодарить от лица всей общественной палаты Краснодарского края ассоциацию народный фермер, народный фермер Кубани и за ту работу, которую ассоциации проводят, и за вот это мероприятие, уже ставшее традиционным, да, уже второй год мы собираемся здесь, на это мероприятие. Видно было за год, как ассоциация народный фермер Кубани росла, крепла. Вот Константин Станиславович рассказал о тех задачах, которые были решены. Мы постоянно находимся в диалоге, взаимодействии, да. И, ну, здесь добавлю коротко о том, что общественная палата Краснодарского края тоже в этом году перезагрузилась, то есть у нас прошли выборы, новые члены у нас добавились. Я также остался в комиссии по ОПК, возглавляю эту комиссию, вот. И за прошлый год, ну, оканчивающийся год, 2023-й, мы провели в том числе с участием Вячеслава Александровича Легкодуха и, конечно, Министерство сельского хозяйства, ассоциации народной фермы. Провели ряд хороших знаковых мероприятий, вот. И в целом общественная палата, она является хорошей площадкой для взаимодействия власти, бизнеса и общества. Если ассоциации решают, ну, какие-то узкие задачи, да, поднимая вот те проблемы, которые есть у сельхозтоваропродзорителей, у фермеров, в первую очередь, и доводя их до конкретных кабинетов власти, то мы можем на своей площадке, и уже это делали неоднократно, можем собирать ряд дискуссий, куда привлекать более широкий круг, и экспертов, и представителей всех заинтересованных сторон, и из этого получаются очень неплохие качественные решения. В новом СОЗЭВе, в данном, ну, на будущие три года, в нашу комиссию у нас из формулировки «комплекс на развитие сельских территорий» убрали слово «сельских». Теперь мы будем заниматься развитием всех территорий, агломерацией в том числе. И вот мы уже с Константином Станиславовичем проговаривали, что теме связанности территорий, сельских территорий, развитию малых территорий мы уделим большое внимание в будущем году, и на следующей конференции мы об этом, наверное, отчитаемся. А сегодня хотелось бы мне поговорить еще об одной узкой проблеме, коротко, о проблеме рыбохозяйственного комплекса. Мы в 2023 году, в марте, проводили в Кубанском аграрном университете у нас большую конференцию на этот счет. Выявляли проблемы рыбоводов, смотрели, где нужно помочь, где сейчас находится отрасль. И почему я хотел сегодня об этом поговорить именно здесь, на конференции фермеров, потому что из того, что мы изучили, из того, что мы посмотрели как бы, ну, в плане подготовки к мероприятию, к нашему, и после, значит, мероприятия, то, что изучали. На сегодняшний день рыбохозяйственный комплекс и аквакультура, как ее часть, являются достаточно привлекательным направлением для развития как бизнеса в сельском хозяйстве, так и различных дополнительных видов, в частности, агротуризма. Вот, это и новые инвестиции, это рабочие места, конечно же. И у данной сферы есть большой потенциал. Значит, ну, вот если немножко цифр касаться, то Краснодарский край в ЮФО находится на пятом месте, прошу прощения, в России находится на пятом месте по общему объему добычи. Вот, значит, в крае производится примерно 23-25 тысяч тонн товарной рыбы. Но министерство может меня поправить, если цифры не точны. Достаточно сложно актуальную статистику подбирать. Но тренд возрастающий. То есть, за первый портал 2023 года произведено уже на 18% больше, значит, в аквакультуре уже 17-4 тонны произведено. Нужно отметить, что порядка 460 хозяйствующих субъектов, в том числе, вдумайтесь, 344 КФХ и индивидуальных предпринимателей. То есть, три четверти здесь занято. И вот я сегодня приглашал на конференцию наших традиционных рыбоводов, это Ассоциация Кубань-Рыба, те, кто занимается традиционным промыслом. То есть, это прудовая аквакультура, это карп, пастолобик, белый амур, то, что обычно выращивается. Но очень приятно, что в последние несколько лет, лет 5-7, скажем, в крае развивается и новый вид аквакультуры, марикультура или выращивание моллюсков, креветок, мидий. И в частности, членом общественной палаты «Край» нашей комиссии стал один из таких предпринимателей, молодой достаточно руководитель Александр Попов, кто в Геленджике, в Дивноморске занимается данным направлением. Буквально вчера мы проводили заседание нашей комиссии, ну и разговорились в этом вопросе. Он сказал, что несмотря на то, что направление перспективное, и ряд поддержки, субсидии от краевого ведомства получаются, тем не менее, конечно же, ряд вопросов становится, имеется здесь. Еще хотелось вернуться к цифрам. Вот на нашем мероприятии мы, значит, обратили внимание на цифры поддержки. Если в целом в крае в 2023 году по линии АПК распределялось порядка 10,5 миллиардов рублей, то госпрограммы, связанные с аквакультурой, то есть вообще с рыбоводством в целом, 35,5 миллионов рублей. Ну, был представитель медицинского хозяйства, мы у него спросили, почему такая вот разница, да, между общим объемом господдержки и то, что на рыбу тратится, на что был очень хороший, правильный ответ получен. Но посмотрите, сколько производится сегодня в других отраслях, главных, да, по растению воздуха, по животноводству, сколько по рыбоводству. Действительно, тут есть куда расти, хотя цифра 35,5 миллионов рублей, это в два раза больше, чем в 2022 году. И уже после мероприятия мы общались с нашими рыбоводами, более крупного, вот Адлерское форелевое хозяйство в Гуптен, да, они наоборот говорят, что нас устраивают меры поддержки, нам нравится то, что государство нам помогает, мы часть капитальных затрат финансируем таким образом, и нам есть куда расти и развиваться. А потребность населения, платежеспособность растет, и поэтому, ну, как бы рынки, рынки сбыта у нас увеличиваются. Из проблематики, которую нам поставили рыбоводы, вот, в марте этого года, значит, были вопросы, да, недофинансирования отрасли, конечно же, очень плохое материальное состояние, плохая матбаза, где нужно уже обновлять те фонды, которые в 70-е, 80-е годы в целом были построены. Вот, ну и, как один из небольших вопросов, хотелось бы об этом сегодня отдельно сказать, значит, органы Ростехнадзора начали применять требования в части гидросооружений, их декларирования и постановки на учет в части прудов, а это достаточно затратная работа, то есть на одном хозяйстве, на одном таком ГТС эта работа может стоить у экспертных организаций, проектных около миллиона, миллиона двести. Вот, и нам удалось с помощью депутатов Государственной Думы, общими усилиями удалось получить консолидированную позицию Ростехнадзора, прокуратуры, Министерства природных ресурсов. Завтра мы будем небольшое совещание проводить, чтобы финализировать эту историю. Вот, так что вот одну задачу, которая была поставлена, нам решить удалось. Вот, поэтому, коллеги, я вот буду финализировать свое выступление тем, что, поскольку, еще раз повторю, мы находимся на конференции фермеров, было бы очень приятно видеть и нам, как общественникам, и, я уверен, всему населению края, чтобы фермеры не боялись, тем более, есть прекрасная программа Россельхозбанка, Росагролизинга, ПолиРФ, вот сегодня только что мы слышали, да, не боялись идти в новые отрасли, особенно в те, которые недооценены, у которых есть прекрасный потенциал, и считая, что рыбохозяйственный комплекс это одна из таких отраслей, в которой уже есть ряд наработок, если сегодня, а мы по другим нашим направлениям деятельности общественной палаты, нашей комиссии, мы анализируем также предпринимательскую инициативу, активность людей на селе. Мы знаем эту историю, когда молодые предприниматели готовы заниматься, как они это называют, чем-то в сельском хозяйстве, да, но пока не очень сильно понимают, чем и где. Поэтому хотелось бы призвать вот молодежь или тех, кто диверсифицирует свой бизнес, не обязательно идти в уже сложившейся отрасли. Вот идите, развивайте те направления, которые сегодня имеют большой потенциал, и там вы сможете общими усилиями с помощью всех нас создать достаточно хорошую историю, и там будет экономика, и рабочие места, и бизнес нам будет комфортно. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok